Бюджет региона в 2024-м – главный вопрос октябрьской сессии АКЗС. В первом чтении основные строки бюджета выглядят так. Доходы 143 миллиарда рублей, расходы 158 с предельным дефицитом в 15 миллиардов. 28% расходов в следующем году пойдут на образование, и это даже чуть больше, чем на социальную политику. В Минфине признают отрицательную динамику мер соцподдержки, но подчеркивают, что цифры не окончательные. Также ко второму чтению мы ожидаем увидеть дополнительные расходы из федерального бюджета на 13 объектов образования. То же самое по культуре в части капитальных расходов. Хотел бы подчеркнуть, что текущие расходы отраслей нигде не уменьшаются, а индексируются. Размер федеральной помощи подвергся критике. В одной из фракций уверены, что на фоне непростых условий нужно пересмотреть программу индивидуального развития края. Мы получаем каждый год по одному миллиарду рублей. Явно недостаточно. Но при этом мы наращиваем собственную доходную часть бюджета, и федерация нам уменьшает на эту же сумму практически деньги с Москвы. Но это же неправильно. А в другой фракции уверены, что возможности краевого бюджета занижаются. По нашим оценкам, хотя мне бы очень хотелось ошибиться, в этом году у нас все так же останется порядка 10 миллиардов рублей на остатках неизрасходованных. Тогда давайте на старте финансового года, с учетом этого, сразу корректировать бюджет и увеличивать наши возможности. Не поддерживая вот эту позицию людей, а я их называю несведущими и даже еще грубее дилетантами, которые говорят, о чем мы, давайте сегодня на 5 миллиардов доходную часть увеличим. Ребята, вы просто не жили в 2000-е годы, когда мы месяцами, а то и полугодиями не выплачивали заработную плату работникам бюджетной сферы. Вот это как раз в следствии того, когда мы ставили перед собой очень завышенные обязательства по доходам, подкрепится ли работа нашей экономики, мы даже не смотрим. Вы что думаете, что 5 миллиардов рублей Минфин положит в какой-то отдельный ящик, сундук и никому не покажет? Ко второму чтению бюджет края скорректируют. 17 ноября будет принят федеральный бюджет и станут известны поступления в регион. Также сегодня депутаты внесли поправки в закон об опеке и попечительстве сирот. С 1 июля органы опеки будут обязаны передавать в Миноборс сведения об условиях жизни детей-сирот и детей в опекунских и приемных семьях. Мы будем более детально и более системно видеть именно со стороны самого Алтайского края всю эту ситуацию по каждой семье, по каждому ребенку. Возможно, там, где действительно мы будем знать, что есть какие-то проблемы с условиями жизни людей, воспитания, эти семьи будут находиться на контроле. Кроме того, парламентарию утвердили закон об общественных наставниках несовершеннолетних, так называемых трудных подростках. Стать наставником может любой житель края, не имеющий судимости и тяжелых заболеваний. Для этого нужно подать анкету и получить одобрение ребенка и его родителей. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Анастасия Дороган, Дмитрий Дороган! Анастасия Дороган, Дмитрий Дороган.